Губернатор Приморья побывал с рабочей поездкой в Артеме. Олег Жмяков посмотрел, как на местах реализуются государственные краевые программы. Здравствуйте. Что-то у вас здесь за стройка такая идет. Шикарная стройка. Куда эта дорога ведет? Основная дорога – микрорайон Лесной. Светлое будущее наконец-то у нас получилось. Так граждане-участники ТОС выступили инициаторами ремонта дороги в микрорайоне Лесной. По словам председателя данного ТОС Марии Ольшевской, в 2022 году они получили грант на 500 тысяч рублей и заграйдировали почти километр дороги. В этом году выиграли грант уже на миллион рублей. Олег Жмяков подчеркнул, что подобные инициативы жители края будут поддержаны. Будем поддерживать, расширять эту программу. Она дает свои результаты, потому что никому, как ни жителям, наиболее неизвестно, что нужно сделать на данном этапе. Они сами нанимают подрядчиков, сами оценивают качество работ, сами жители. И, безусловно, это очень сказывается и на сроках строительства, и на качестве. Также губернатор вручил первым новоселам ключи от нового жилья в ЖК «Солнечный город». Квартиры в жилом комплексе предусмотрены для переселения людей из аварийного фонда, а также участников долевого строительства. Благодаря программе переселения из ветхоаварийного жилья, принятой президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, и правительством Приморского края были за два года выполнены все те обязательства, которые люди ждали на протяжении уже 15-16 лет. Надеюсь, что то жилье, которое вам предоставят, будет таким же образом содержаться надлежащим порядком. Вы выберете достойного старшего дома, который будет следить за тем, чтобы люди исполняли свои обязательства. Здесь во дворе прекрасная спортивная площадка, детская площадка, стоят все условия для того, чтобы дети могли находиться под контролем родителей, с окон вы их будете видеть. В ходе рабочей поездки в Артем Олег Кожевяка побывал и в городском музее, также осмотрел рядом расположенный ландшафтный парк, который обустраивается по национальному проекту «Жилье и городская среда». Здесь уже появились новые пешеходные дорожки, все остальные работы по его благоустройству планируется завершить в конце августа. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.